Так, ну а что ты, например, у нас можешь? О, прикольно. Так, теперь ты. Дорогие друзья, всем алоха! Алоха! И добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и доставайте ваши ключи. Сегодня мы отправимся в гости к локкам, которые после смерти отца решают начать новую жизнь и переезжают в их старое фамильное поместье. Стараясь забыть о случившемся, локи пытаются снова жить нормально. Дети привыкают к новой школе, заводят новых друзей, мама чинит дом. Из развлечений, в котором разве что клопы, тараканы, мыши да магия. Магия эта сконцентрирована в коллекции ключей, разбросанных по дому. Один из ключей может, например, поджигать. Стоит прикоснуться им к объекту. Другой может перенести куда угодно. А с помощью третьего вы сможете прогуляться по своей голове. Но не только локкам про них известно. Есть и те, кто хотят использовать их не в самых лучших целях. А вот в каких целях? И получится ли у детишек найти и защитить все ключи? Вы и узнаете в сериале «Ключи локков». Сам сериал основан на одноименной серии комиксов Джо Хилла, сына Стивена Кинга. У меня пока что только первый том. И если вы читали комиксы, думаете смотреть или нет, я скажу так. Здесь две очень похожие истории, но рассказаны они по-разному. В комиксе все рассказано и показано более мрачно и жутко. Скажем так, в нем куда больше жестокости и насилия. В сериале же что персонажи, что атмосфера в разы ярче и приятней. Но при этом также остается мистика, загадочность и иногда бывают довольно жуткие моменты, про которые ты думаешь. Да не, они этого не сделают. Вообще по своему тону, именно что по тону, сериал очень похож на «Академию Амбрелла». Но вот в сюжетном плане я бы сравнил его с «Потерянной комнатой» 2006 года. Там сериал также крутится вокруг странных предметов, сжигающей ручки, расчески останавливающей время на 12 секунд. Или также ключа, перемещающего куда угодно. Гляньте на досуге, если будет интересно. Там всего три серии. Здесь также, как я уже говорил, у ключей не самые стандартные способности. И это вызывает к ним еще больше интерес. Потому что зрителям, как и подросткам, не ясно, что может их новая находка. Да и в целом мистика происходящего заставляет прилипнуть к экрану. Потому что на каждый ответ возникает два новых вопроса. Также я просто не могу не похвалить визуал и актеров. Здесь визуал, как по мне, действительно очень хорош. Да, есть места, где эта тема провисает. Но не совсем вырвиглазно. А в целом эффекты в сериале очень радуют. Как и актеры. Просто раньше я терпеть не мог детей и актеров. Но очень странные дела все изменили. И задали новый уровень. И здешние детишки вполне соответствуют этому уровню. Скажем так, смотря на них, ты начинаешь верить в происходящее. Ну и само собой не обойдется без ЛПД. Легкой, подростковой, драмы. Но благо сериал ей не перегружен. Про минусы, как я уже говорил, так скажу и еще раз. Если сериал мне понравился, то как таковых минусов я в нем не вижу. Но только если вам в целом не нравится тематика всего, что я перечислил до этого. А если подытожить, то мы имеем вполне годный новый сериал от Netflix. Который подойдет как для подростков, так и для более взрослой аудитории. Вас будет ждать приятный визуал, хорошие пока не именитые актеры, грамотный баланс болтовни и экшена. И интересная, кишащая тайнами и загадками история. Да, я не отрицаю, возможно, кого-то уже задолбал шаблон семьи, ищущей новое начало. Но все же я бы рекомендовал дать этому сериалу шанс. Ну а с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Обязательно пишите в комментариях, будете смотреть данный сериал или все же пропустите. А в описании вас будут ждать ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и не теряйте ваши ключи. Всем пока. Средний палец значит и прощание. Как алоха? Да, как алоха. Алоха! Увидимся.